Исполняющий обязанности Акима города Семи Дмитрий Гариков посетил Приречный сельский округ. По итогам встреч с населением ряд актуальных вопросов округа решен положительно. Устранена нехватка пастбищных угодий в селе Жаркан. Также выдачи ветеринарных справок жителям данного села, вывозящим мясо на рынки города Семей. Положительно решен вопрос центрального водоснабжения по улице Октябрьская в селе Приречное. В дальнейшем необходимо подготовить сметную документацию на ремонт этой улицы и отремонтировать дорогу. Кроме того, были даны такие поручения, как установка снегозадерживающего устройства на въезде в село Муздебай. После отчетного доклада, исполняющий обязанности главы города Семей Дмитрий Гариков ответил на вопросы жителей и провел личный прием граждан. Основные вопросы обеспечения размещения для населения в данном сельском округе. Тоже поднимаются вопросы водопровод в поселке Гранитный. Тоже самое проект сметная документация разработана, она в 2024 год уже в плане стоит. В общем, обычные вопросы, которые интересуют всех наши жителей, это дороги, свет и вода. Где они не решены на сегодняшний день? Везде в большинстве уже разработана проект сметная документация. Наша задача выделить деньги и в ближайшие два года все эти вопросы закрытся за 2023-2024 год. Я думаю, все эти вопросы будут решены. Далее встреча продолжилась в Озерском сельском округе. По итогам проведенных встреч в сельском округе был решен ряд вопросов. В том числе для безопасного проезда граждан построены сооружения через реку в селе Озерки. На трассе Семей Озерки уложен асфальт. В ходе встречи речь шла о нехватке пастбищных угодий. В целом сельским окематом для выпаса скота предоставлено 8 земельных участков общей площадью 861,5 гектара. Дополнительно выделены пастбищные угодия в районе села Караколь общей площадью 6196 гектаров. На территории округа имеются водоохранные и лесоохранные зоны вдоль реки Иртыш, где выпас скота строго запрещен. Также с жителями села озвучены ряд вопросов, таких как уличное освещение, общественный транспорт между семьей и Озерки. Первое, то что лошади пасутся в лесу, ну как бы это особо охраняемая зона, но я вам так скажу, ничего смертельного для леса, ничего нету в этом. Я сам вырос в деревне и всю жизнь у нас скот пасся в лесу. И табун деревенский всю жизнь в лесу пасся, ничего для леса от этого не случается. Поэтому я еще раз говорю, если это, да, есть понятие особо охраняемая лесная зона, Гослесфонд там запрещено, но я, например, как житель села, был всегда категорически против этого. Когда скот пасется в лесу, там намного лучше, чем когда он пасется на лугах открытых. Там и трава другая, и бзыка меньше, и тень есть, и все остальное. Поэтому от того, что там лошади вас пасутся, я говорю, что ничего смертельного там нету. Теперь то, что у вас лошади не организовано ходят в поселке, это другой вопрос. Давайте отрабатывайте, весь скот, он должен быть организованным, должен быть в табуне. За последний период проведено 183 выездных встреч, из них 141 в городе, 42 в сельских округах. В ходе данных диалоговых встреч ряд вопросов взят на контроль. Некоторые решены, некоторые взяты на дополнительное рассмотрение.